прогресс уже не остановить мы вечно пытаемся что-то улучшить что-то создать скрываются за этим благие намерения или только стремление удовлетворить свои потребности бог создал человека а человек андроида вскоре машины заполнили этот мир и прочно вошли в нашу повседневную жизнь но что будет если программа даст сбои и они потребуют равных прав мое имя маркус так же как и вы я был рабом спасибо маркус но потом я решил открыть глаза вернуть себе свободу выбирать самому кем мне стать именно философский социальный подтекст выдвигают на первый план создатели игры detroit стать человеком предоставляя нам возможность определить место андроида в человеческом обществе так ли это оригинально на самом деле давайте в этом разберемся друзья с вами третий рад видеть вас на канале 7 к сожалению мы уже давно не выкладывали новое видео из-за разных проблем которые все-таки удалось решить однако в итоге канал потерпел некоторые изменения пятый решил покинуть проект по личным причинам а я оставшись один буду постепенно расширять круг интересов и прощупывать новые направления очень надеюсь друзья что именно с вашей поддержкой сегодня вашему вниманию я предоставляю свой первый выпуск в рамках обновленного проекта канал 7 детройт стать человеком эта игра мало чем отличающийся от фильма она по сути и есть фильм в котором ключевые решения принимаете именно вы напомню что ее разработала французская студия уонтик джим а в продажу она поступила 25 мая этого года сразу вызвав многочисленные споры критиков и геймеров по всему миру одни заявили что сюжет полон пробелов что машина использовать свои возможности лишь только тогда когда это угодно сценаристу что борьба за права уже давно заезженная тема а другие наоборот остались довольны намекнув что после предыдущего проекта студии под названием за гранью две души это словно глоток свежего воздуха ну что ж я свою очередь признаюсь что игра мне понравилась я прошел ее с несколькими концовками однако все равно осталось некое чувство недосказанности так с этим мы разобрались я сейчас не стану делать полноценный обзор на игру этого добра уже и так достаточно в интернете а поделюсь с вами мыслями которые возникли у меня в ходе прохождения и после сама концепция мира детройта сразу же вызвала ассоциации широко известным сериалом мир дикого запада где андроиды созданы только в рамках одного большого проекта который предназначен для развлечения богатых и влиятельных людей ты и все кого ты знаешь созданы чтобы исполнять прихоти клиентов которые попадают в ваш мир за деньги они приезжают туда чтобы отдохнуть от реального мира но как говорится и душой и телом поэтому развлекаются они самыми разнообразными способами кто-то остается там на несколько дней недель а кто-то и на много лет для тех кто заинтересовался и захотел посмотреть этот великолепный сериал я сейчас не буду спойлерить а просто скажу что финал первого сезона по сути является одной из концов детройта как по мне мир дикого запада на голову выше детройта здесь кроме морали прекрасной игры актеров интригующего повествования присутствуют все атрибуты взрослого кино секс наркотики и рок-н-ролл и когда ты включаешь игру с надписью 18 с плюсом ты ждешь от него разворота на полную катушку но этого к сожалению не происходит еще один сериал с похожей концепцией называется люди humans вот как раз там андроиды или же синтетики являются частью повседневной жизни людей часто становятся объектами сексуальных утех изощренных человеческих желаний но что собственно и должно было произойти в детройте в нашем обществе без этого никак возможно у создателей просто не хватило смелости показать это в красках или же у них на это были какие-то другие особые причины однако сам сюжет жирно намекал на некие интимные подробности из мира андроидов ну например семья роботов с ребенком или желание андроидов девиантов стать отдельным народом подразумевает возможность размножения роста развития а здесь этот аспект просто опущен и проходя игру я конечно же вспомнил репликантов из бегущей по лезвию особенно сиквел с районом гослингом и харрисоном фордом пришелся мне по душе он глубоко погружает в атмосферу будущего с помощью масштабных сочных декораций которые просто цепляют тебя своей неординарностью а также прекрасного потрясающего саундтрека в совокупности все это поражает и заставляет чувствовать себя гостем этого мира а в детройте мир не кажется каким-то необычным люди просто работают бухают ездить на машинах и автобусах внешне он мало чем отличается от нашего мне кажется им стоило побольше поработать над этим элементом чтобы вдохнуть в жизнь как итог да игра мне понравилась она является хитом в своем жанре но все равно не в состоянии тягаться с большими проектами киноиндустрии если же речь идет о таких произведениях как бегущий по лезвию 2049 или мир дикого запада еще раз проходить я точно не буду несколько других концовок я посмотрел на ютубе и удовлетворил свое любопытство кстати как вы поняли я люблю тему киберпанка и очень надеюсь что следующая игра от сиди project киберпанк 2077 превзойдет все мои самые смелые ожидания а у нее на это есть все шансы ну что ж друзья я поделился с вами событиями из жизни канала мыслями об игре детрой стать человеком провел аналогии с произведениями из мира кино и сейчас прошу поделиться вас своим мнением о самой игре и о данном жанре в целом ставьте лайк если понравилось видео подписывайтесь на канал и нажимайте на колокольчик чтобы получать уведомления о новых выпусках пока не забывайте они не настоящие а